Сегодня в нашем детском саду проводится открытое мероприятие в рамках 16 московских областных образовательных раздельственных чтений. Вы знаете, кто такие ангелы? Да. Так, ну тогда скажи, пожалуйста, кто такие ангелы? Ангелы – это наши хранители. Наши хранители. Слово «ангел» означает «вестник», «посланник». Так хотите узнать? Да. Икона, ребята. Это икона – ангел-хранитель. Это, ребята, защита такая невидимая для всех. Любые рождественские чтения – они некое подведение итогов. Это анализ той деятельности, которую мы совершаем в течение всего года. Вот эти 16-е рождественские чтения, они называются «Молодежь, свобода и ответственность». Для того, чтобы уже молодой человек, когда он станет уже более ответственным, понимал вот эти разницы свободы и ответственности, нужно очень многое зависит от того, что мы в него сейчас заложим. Только образ воспитателя – это самая главная основа для ребёнка. Говорить мы можем всё, что угодно. И в семьях мы также в храме всегда говорим людям, что ребёнку можно говорить всё, что угодно. Но если мы сами так не будем жить, если мы сами не будем стараться духовно и нравственно воспитываться, да, и каким-то образом именно так жить, да, то, конечно, ребёнок никогда нам не поверит. Я надеюсь, что с Божьей помощью всё у нас получится. Дай Бог нам здоровье, сил, понимание со стороны и родителей, прежде всего, со стороны педагогов, чтобы мы, педагоги, все правильно понимали. И самое главное, действительно, самое главное слово – «добро». Делали друг другу, слышали, уважали, понимали. Рождество, 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 Рождество Христово, В свете утренней зары, где разденья новые, Мама пряночек печёт вкусненький медовый, Бодик песенку поёт про дворец ледовый.